Всем привет, с вами Ариадна, и сегодня мы снова смотрим Outlast, часть номер 4. Всем приятного просмотра! Ползет в кукурузе, ничего не видит. С направления бы не сбиться, правда что? Что? Он кто-то бьет уже? В смысле? Его же кто-то бьет. Что? Я, блядь, в кукурузе полз! А ты думаешь, тебя не видно? Мне кажется, в кукурузе все равно видно, ты же ее как-то раздвигаешь. Люблю мемчики и смешные видосики про котиков, собачек, про животных, короче. Они реально меня видят, если играет музыка, значит точно видят. Ага, вот это все плохо совершенно. Ай, блядь! Вопрос-то в следующем, куда бежать? Да. Главное, без паники. Куда-нибудь? Это тележка. Нам, возможно, куда-то вон туда. Я здесь ничего не вижу. Нет, это тупик. Ай, не попал. Не попал. Ну и дура. Все, выдохни нахуй, нормально. Ай. Ну да, он же там тоже не может долго бежать. Еще разочек. Может быть, их нужно было объебать, как старушку, как бабульку, как эту падлу, которую я подошвой порожью дал. Кругом обходим и заходим туда. Уже заметили. Кстати, говорят, что с камерой он бегает методом. А мне, кстати, интересно, а почему они не придумали какую-то систему, чтобы было видно, какие двери закрытых и нет? Они все-таки только полетели. Беги, беги. Гениально. Отлично. Это их задержит. Можешь, конечно, бежать вот сюда вот, а тут еще один, окей. Блин, проблема в том, что да, он без камер бегает быстро, но когда ты бегаешь в темноте, и без камеры, и без ночного видения, ты просто не бежишь туда бежать. Я уже в положенное место-то. Тут закрыто, тут хер пойми чего. А, в реку, ёпта, прыгай, прыгай, прыгай. Вот и все. Нет, не в реку. Ну как это еще-то? Ладенько, окей. Это было бы слишком просто. Попытка номер много. Попытка номер большая. Здесь есть какие-нибудь дырки куда-нибудь? Опа, промахнулся. Мудень, а, блядь. И попал. Подожди, серьезно, а куда же тогда? Он что-то про мост кричит. На мосту я пробежал, допустим. Прыгать вниз я не... Наверное, кричит, что ты был на мосту? Здесь проход какой-то. Ой, блядь. Ой, да в смысле? Куда? Куда? Такой голос. Куда? Да, да, да. Он там, мам, как будто проход не видел, нет? Вот почему для таких моментов персонаж не берет гребаный нож? Он бы хотя бы просто мог, ну, вот так махать, чтобы они не подходили. Нет, без проходов, нигде. Так, по-моему, уже есть. Вот это забег прям, да? Че тут такой? Непонятный. Нерабочий. Да, забег, чтобы каждый раз отхватывать. Да, конечно, естественно, хули бы нет. Конечно же нам сюда. Блядь, да пробеги ты! Жобаны! Это очень долго будет. Как я уже спрашивала, зависит ли это от сложности? На легких уровнях они так же бьют постоянно тебя? Вот прибежали. А, сука! Да ебаный брошь! Да как от тебя убежать? Где буква С-то? Почему ты ему не показываешь букву С-мою в ебалому с пятки-то? Ну они так прыгать не смогут. Ну не, не, не. Конечно же не. И завалили не потому, что он толстожопой задел тут, блядь, листы эти железные. А потому, что эти мудаки не могут прыгать. Хорошо, все, 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 хуй, 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 все, все, все. Ой, 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 ой! Подошвой, подошвой поебалу! Конечно же! Твою ебалу я... Ну что раз и гребает? Ну мать, я несерьезно за меня. Но я тебе говорю, мы с ней уже все, у нас там тыры-пыры, шмыры-мыры. Ну, пока, блядь, за кадром тут никого нет, моя подошва, я ебаню чуть-чуть между собой. Они решили пожениться. Ну, чуть-чуть, совсем маленько. У нас родятся подошвы с лицом. Но все пишут, короче говоря, что без камеры он бегает быстрее. Мне тоже показалось, что он бегает быстрее. Да, и в первом Outlast'е, по-моему, так же было. Никакой же разницы, серьезно. Просто тестируем. Он разгоняется, и все. И быстрее он дальше не бежит. Блядь, да, блядь, да, в смысле? Что-то пролетело. Все, спокойно. Я узнал его, это оно. Не трогай мою дверь. Надо открывать дверь. Да в смысле, блядь, ну выход же. Открой, пожалуйста, дверь на выход, ну. На выход закрой. Илья выйти. Да ну почему сейчас-то? А почему нет? Э, блядь, аж подпрыгнул, сука. Да, блядь, крутись. Они, да, они обычные какие-то просто сектанты, блядь, еретики. Еретики, правильно, а не еретики. Вот тоже в комментариях слышат, блядь. А я, кстати, не знаю, как правильно. Родите куда-нибудь, где правильные слова пишут с ударением. Какие еретики. Еретики и еретикс это на английском варианте еретикс. А еретики это по-русски. Не надо мне писать, что неправильное дело ударить. Не надо. Вот ты сейчас уже писал опять, опять еретики. Нет, еретики. В смысле я тебя пытаюсь вознести? Он всего лишь тебя пытался испугать. Меня испугал чуть-чуть. Открывай рот, я буду комарами питаться. Да ладно, я не думаю, что он за ночь тебя проголодался. Да, убивает. Доказано. Так, тихо, пацаны. Жизнь дороже, чем голод. Все, 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 все. Нет, тихо, 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 не тряси. Да не надо. Стой спокойно на месте, сказал. Куда ты полетел-то? Куда ты далеко. Сука, всё-таки голод его переборол, понял? Атель, до всех сторон, начал ловить, короче, этих комаров, чтобы подрать вот чуть-чуть. А может быть, он вампир, он пытается из каждого комара высосать кровь? Тогда легче высосать кровь из жителей этой деревни. Идёт, идёт, писец, идёт. Куда он ушёл? Конечно, идёт. В скалу, блядь. Ну, вот здесь ты меня от полочных кто-нибудь хватанил. За дугу или сейчас за рожек кто-нибудь ёбнет, я тебе сто процентов даю. Хороший убить, блядь! Я на дереве сижу, это моё дерево. Дом мой, не ломайте, суки, дом мой. Мне нравится это дерево, я буду в нём жить. Сейчас я разберусь со всеми придурками, блядь, все шахты себе. Назад вернул, жену, убью. И заберу это дерево себе, да? Попробуй, сука, его увезти куда. Дровосеки херовые. Вот такая получилась реакция. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и всё подобное. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok